Хорошо, сегодня мы продолжаем разговор о Библии. Давайте мы запишем. Урок номер три. Четыре три. Четыре четыре. Да, 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 да. Урок номер четыре, я извиняюсь. Урок номер четыре. Библия. Слово Божье. Библия. Слово Божье. Библия. И в кавычках часть вторая. Библия. Слово Божье. В кавычках. Часть вторая. Запишите ниже. Второй Тимофея. Три. Шестнадцать. Второй Тимофея. Три. Шестнадцать. Ну, смотрите, из предыдущих уроков мы уже с вами знаем, да, и сегодня мы опять повторяли, что Библия, она писалась на протяжении тысяча шестьсот лет посредством сорока авторов. Это были люди разного сословия, жившие разные времена. Но что о себе говорит сама Библия? Давайте мы прочтем. Второй Тимофея. Три. Шестнадцать. Писать нет? Не, не, не. Просто слушайте. Почтем. Да. Все писание Бога духовновенно, то есть все, что написано в Библии, да, и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть все писание, все, что написано в Библии, да, оно полезно для научения, для обличения, для исправления и для наставления в праведности. Но первое, что стоит, да, все Писание, все, что написано в Библии, оно, что? Бога Духновенно. И вот давайте мы опять как бы так центруем внимание на этом слове. То есть как мы понимаем слово Бога Духновенно? Духом Святым наполнив нашу оно. Аминь. Наполнив Духом Святым. Ну вот как бы само слово, оно состоит из двух слов, да, Бога и Духновенно, да. Ну и как бы если расширить, как бы эти два слова, то получается, что Богом вдохновлено, да, или вдохновлено Богом. Все, что написано в Писании, оно вдохновлено Богом. Мы знаем, что писали люди, писало 40 человек, да, но получается, что все они были вдохновлены Богом. Вы знаете, я когда говорю о Богом вдохновенности, я привожу такой пример. Ну, мы знаем, что у книг есть авторы, да, и говорят на них писатели. Но ведь не все авторы книг, они писали собственноручные книги, да. То есть они нанимали себе или держали там машинистку, которая могла быстренько-быстренько там печатать на машинке, да. И вот когда на них находило вдохновение, они просто начинали выговаривать текст, а машинистка быстренько-быстренько набирала этот текст, да. И получается, что текст писала машинистка, но автором Библии является ведь не машинистка, да. А кто? В нашем случае является Бог, да. Но в данном случае является тот, кто диктовал машинистке этот текст, да. Автор. Библию, да, писали люди, но они были вдохновлены Духом Святым, а значит автором Библии является, как вы уже и сказали, является Бог. Аминь. Аминь. Это легко и просто мы видим из этого места писания, да. Или не увидели? Увидели. Увидели. Слава Богу. Хорошо. Теперь у меня к вам будет такой вопрос. Если Бог является автором Библии, то чем же является непринятие или непослушание тому, что написано в Библии? Непослушание Богу. Аминь. Непринятие и непослушание самому Богу. Все согласны? Да. Оксана, ты согласна? Да. Ну давайте тогда что-то запишем. Второй Тимофея 3.16 записали, да? Да. 2.16. 3.16. 3.16. Хорошо. Автором Библии является Бог. Автором Библии, ну то есть исходя от этого места писания. Автором Библии является Бог. И... У меня ручка уже не пишет, мне ты у вас... Знаете, нате, нате, нате. Ручки запасные есть. Берите. Если плохо пишет, я могу дать другую. Автором Библии является Бог. И непринятие, и непринятие или непослушание тому, что написано в ней, то есть в Библии, непринятие или непослушание тому, что написано в ней, является непринятием или непослушанием самому Богу. Является непринятием или непослушанием самому Богу. Продолжение следует... непринятием или непослушанием самому богу есть записали до непринятием или непослушанием самому богу есть оксана успеваешь писать отсюда без очкова ну слава богу с какого места хорошо итак по первому пункту понятно да хорошо давайте мы запишем кстати мы заглавили этот первый пункт 1 богодухновенность библии 1 это была первая богодухновенность библии первая богодухновенность библии это должно быть в начале нашего разбора богодухновенность библии езда теперь давайте поставим второе второе бог открывает писание второе бог открывает писание бог открывает писание бог открывает писание бог открывает писание хорошо значит м библия это записанное вечно подтвержденная Неизменное Слово Божие Ну, я об этом вам раньше говорил Во всяком случае И вот Слово Божие, как записанное Она в грешском языке Это слово Логос Ну, давайте, наверное, запишем сразу Слово Божие, вернее, записанное Слово Божие Это как? Подразумение первого, второго? Нет, просто ниже пишите, ниже Мы делаем выводы вот На второй блок Записанное Слово Божие Записанное Слово Божие В грешском оригинале Слово Логос Слово Логос Записали, да? Логос Логос Это грешское слово Логос Теперь смотрите Ну, Бог, Он проговаривает К человеку через строки Библии Не пишите, я просто вам хочу объяснить Бог, Он проговаривает к человеку через строки Библии, да? То есть эти строки, они оживают в сердце человека И слово, проговоренное Богом, и ожившее в этом сердце Это слово Библия называет откровением И слово откровение И слово откровение в грешском оригинале Это уже другое слово То есть слово Божие, как слово откровение Это слово Рема Запишите Слово откровение Слово откровение В грешском оригинале Слово Рема Р-Э-М-А Слово Рема Рема Есть, да? И вот в Библии, в месте Писания Мы его, я его как бы раньше называл Цитировал Это Римлянам 10 глава, 17 стих И где говорится, что Вера от слышания Слова Божьего Да, то есть вера, она появляется Или зарождается И слово Божье, там, греческое слово Рема То есть не от чтения Библии А от слова откровения Через которое Бог, Он проговаривает в наше сердце То есть от Рема От слова откровения То есть Бог, Он говорит в наши сердца Через написанные слова Библии Давайте мы запишем такое местописание Как 2 Петра 2 Петра 1 глава Стихи 19-21 Можно я тут Смотрите Когда пишете 1 Петра Потом вы ставите главу Потом 2 точечки И потом идет 19- Либо запятая Если запятая То надо пропустить Если запятая То И потом будет понятно В Библии Как найти это А то многие Я смотрела Не видели Не понимают Как писать Мы об этом говорили В самый первый день Да Ну слава Богу Хорошо 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 1 Петра 1 глава Стихи 19-21 И смотрите Что здесь написано Писать Не-не-не-не Просто слушайте Вы эти местописания Вы читаете дома Вместе с конспектом Да Ну это так То есть вы открываете Конспект Читаете местописание И уже размышляете С тем Что мы С вами записываем Хорошо И здесь написано С 19-го стиха И при том Мы имеем Вернейшее Пророческое слово То есть слово Через которое Бог Прорекает Или Говорит К нам Говорит В наши сердца Да То есть мы имеем И мы имеем Библию Да И вы хорошо Делаете Что обращаетесь К нему Как к светильнику Сияющему В темном месте Доколе Не начнет Рассветать день И не взойдет Утренняя звезда В сердцах Ваших То есть О чем здесь говорится Что мы хорошо Делаем И мы правильно Делаем Да Что Когда нам что-то не ясно Да Что-то непонятно В чем у нас темнота В мыслях В сердцах И мы обращаемся Именно К этому светильнику Да Словом Божьему Но Что мы должны При этом знать Слушайте 20 стих Зная прежде всего То Что Никакого Пророчества В Писании Нельзя Разрешить Самому Собою То есть Но прежде всего Мы должны С вами Знать Что Своими силами Своим умом Какие бы мы не были Мудрые Да Мы не можем Из Библии Получить Божий Ответ Почему А вот дальше Написано 21 стих Ибо Ибо Никогда Пророчество Не было Произносимо По воле Человеческой Но Изрекали Его Святые Божьи Человеки Будучи Движимы Духом Святым Во первых Это что Подтверждает О том Что Те люди Которые Писали Библию На протяжении 1600 лет Те авторы Да Они были Движены Духом Святым Да То есть Бог Он через них Прорекал То есть Говорил Да Они брали Это и записывали Но Бог Он прорекал Для кого Для других Людей Для нас С вами Да И чтобы получить Божий ответ Из Библии То есть Мы не должны Полагаться На свой разум На свой интеллект Да Ну это То о чем Иисус Говорил Помните Мы Разбирали Мы с описанием Матфея 16-16 Да О чем там говорится Когда Иисус Задал вопрос Ученикам За кого Вы мне почитаете Значит Петр Апостол Он говорит Ты Христос Сын Бога Живого На что Иисус ему сказал Что Не плоть и кровь Тебе открыли Это Но Отец Наш Небесный То есть Говорит Петру Что Не Своими Человеческими Усилиями Ты Догадался Не своим Продвинутым Умом Развитым Интеллектом Это Ты Получил Откровение От Отца Небесного Откровение От Бога Да И получается Что Писание Открывает То есть Говорит Проговаривает К нам Сам Бог Да Ну и Если Писание Открывает Бог То как Мы должны Относиться К самому Писанию При изучении Писания Вопрос Да Как мы должны Относиться С уважением К самому Писанию При изучении Писания Понятно Ну я думаю Ну я думаю Ну я думаю Как К самому Богу Да То есть Если мы Обращаемся К Писанию За разъяснениями Да Чтобы понять Какую-то Истину Какую-то Суть Да То мы Обращаемся К самому Богу Да Потому что Сам Бог Он Говорит Через Это Писание Да Ну и Чтобы получать Ответы Откровения Что Нужно Нужен Молитвенный Подход К Писанию Да То есть Мне там Вдумалось Я там Сейчас найду Полистаю Про что Все будет Ясно Нет То есть Должен быть Молитвенный Подход То есть Мы Должны Подходить К Писанию Как К Богу Как К самому Богу Да И тогда У нас Будет Диалог С Богом И тогда Бог Он Будет Проговаривать Через Сроки Эти сроки Они будут Оживать В наших Сердцах Аминь Аминь Вы согласны? Согласны Хорошо Давайте Что-то Запишем Давайте Что-то Запишем Бог Является Автором Библии Бог Является Автором Библии Автором Библии Бог Говорит Через Строки Библии К Человеку Бог Говорит Через Строки Библии К Человеку Через Строки Библии К Человеку Он Открывает Писание Дает откровение Он, то есть Бог Открывает Писание Дает откровение Открывает Писание И дает откровение И приходя Приходя Он дает Он открывает Писание Дает откровение Дает откровение Дает откровение И обращаясь к Библии И обращаясь к Библии За Божьими ответами Мы обращаемся К самому Богу Обращаясь к Библии За Божьими ответами Мы обращаемся К самому Богу К самому Богу За Божьими ответами Да, за Божьими ответами Мы обращаемся К самому Богу Обращаясь к Библии За Божьими ответами Мы обращаемся К самому Богу К самому Богу Поэтому Важен Молитвенный подход При изучении Библии Поэтому Важен Молитвенный подход При изучении Библии Молитвенный подход При изучении Библии Хорошо Записали Все понятно По второму блоку Слава Богу Будем две задальше Двигаемся Записываем Третье Третье Цель для человека При изучении Писания Цель для человека При изучении Писания Цель для человека При изучении Писания Есть, да? Хорошо. Записываем. Иоанна 5.39. Иоанна 5.39. 5.39. 5.39. Записали, да? 5.39. Хорошо. Слушаем. Ну, ну, ну. Не записали или что вы? Да, записали. Хорошо. Слушаем. Значит, и здесь написано. Иоанна 5.39. Здесь написано. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. То есть исследуйте, изучайте Писание, да? Мы исследуем, изучаем Писание. Мы думаем, мы желаем через них иметь жизнь вечную, да? Потому что само Писание, оно является дорогой, ведущей в жизнь вечную. Аминь? Аминь. Ну, вторая часть стиха, она что говорит? А они свидетельствуют о мне. То есть, ну, в данном случае Иисус говорит обо мне, но имеется в виду о Боге, да? Потому что Иисус там в других местах Писания говорит, что я и отец одно, кто видел меня, видел отца. Я в отце, отец во мне, да? То есть, как бы и о мне, то есть, свидетельствуют о Боге. То есть, все Писание, то есть, все, что написано в Библии, оно, в первую очередь, что? Оно свидетельствует о Боге, да? Хорошо. И какой же главной тогда целью является изучение Писания, исследование, изучение Писания? Какой главной целью? Изучить, знать, узнать. Аминь. То есть, познание самого Бога. Хорошо. Слава Богу. То есть, главной целью изучения Писания, Библии является познание самого Бога. Хорошо. Я согласен. Допустим, там, в Новом Завете, в Евангелиях четко мы видим Бога, да? Мы видим Иисуса. Цель его происшествия, рождение, земную жизнь, служение, смерть и воскресение. Как бы все это четко видно и показано. Здесь говорится в общем, что все Писание, да, все Писание свидетельствует о Боге, да? Но если мы начинаем читать Ветхий Завет, то в большей части мы о чем читаем? Что мы видим в Ветхом Завете? Жизнеописание еврейского народа. Да, еврейского народа. Отдельных людей, прежде чем появился еврейский народ, да? То есть, жизнь, история отдельных людей. И как-то Бога там мы или не замечаем, или очень мало как-то там Его замечаем, да? То есть, как же мы можем познавать Бога из этих историй, да? Которых якобы Бога, ну, не видно или мы Его не замечаем. И Библия, она действительно говорит, что Бог, Он невидим. Библия, она неоднократно говорит, что Бог невидим. Ну, и запишите такое местописание. Это Евреям 11, 27. Евреям 11, 27. Спасибо. И здесь написано, слушаем. Верою оставил Он Египет, не убоявшись невосарства, ибо Он, как бы видя невидимого, был тверд. О ком здесь говорится? О Боге. Ну, говорится о Моисеи. Говорится о Моисеи. Мы знаем историю Моисея. Может, не все знают. И Артешев знает. Прочитал он уже эту историю в бытие, да? То есть, ну, Моисей, это... В данном случае говорится, что он, Будучи сыном дочери фараона, внуком фараона, да, то есть, как бы не боявшись невоцарства, он все-таки решился помочь своему народу. Он там убил египтянина. Потом он решил вообще покинуть Египет. Он ушел, скрывался, да. Написано, что он, как бы, видя невидимого, был тверд. То есть, как бы, в этой истории, как бы, там Бога вроде не видно. Мы видим жизнь Моисея, да. Почему он так поступал? Почему он был тверд? Потому что он, видя невидимого, был тверд. Вот, как бы, за всеми эти обстоятельствами стоял Бог, который двигал желанием Моисея совершать определенные поступки. И вот, как же мы должны познавать Бога из таких вот историй, где, как бы, Бог, он вроде бы, ну, невидим, да? Но мы должны помнить, помнить, да, вот из этого местописания, которое мы записали с этого участия, что они свидетельствуют о мне. Что все писание, все эти истории, они все равно свидетельствуют о Боге, да? Как же мы можем познавать из таких вот историй самого Бога? Как вы думаете? Загадка, да? Ну, смотрите, видя невидимого, что-таки Бог, он двигал Моисеем, да? И, как бы, на протяжении, как бы, вот таких вот, как бы, моментов, все равно Бог, он являлся различным людям, в различных ситуациях, как бы, и в каждом своем явлении проявлялся, как-то, черта Божьего характера, да? И мы можем познавать Бога, невидимого, да? По проявлению его характера, который описывает Библия, да? То есть, какой характер Бога, он проявлялся в данной ситуации. То есть, это понятно? Понятно. Тогда давайте мы запишем. Вывод, как бы, к этому пункту. Давайте мы запишем. Мы можем познавать Бога, которого не видим, через откровения его божественной природы и его характера путем исследования Библии и общения с ним. Путем исследования Библии и общения с ним, то есть, с Богом, да? То есть, раньше мы сказали, что какой у нас должен быть подход к изучению Библии? Молитвенный, да? Молитвенный, так, да? Мы будем, если молитвенно подходить к изучению Писания, как самому Богу, да? То все эти моменты Бог, Он нам будет что? Будет открывать. Хотя, я говорю, как бы, и не видно, да, в этих историях, да? Но все равно Бог, Он будет показывать, что Он есть там, в этих историях, да? И тем более, что Писание говорит, что все Писание, оно свидетельствует о Боге. Он является главным действующим лицом в Библии. Аминь. Аминь. Мы можем, Володя, повторить, что исследование Библии и последнее слово. Исследование Библии и общение с ним. И общение с ним, с Богом. То есть, изучение Библии. Что мы хотим, чтобы понять, что... Изучение Библии – это не просто чтение Библии и надежды на свой разум и на свою память. Хотя, мы можем в памяти даже запомнить строки Библии, выучить их наизусть, да? Но понимаем ли мы до конца то, что мы будем потом говорить? Я думаю, что не будем понимать, пока Бог сам нам это не откроет. Аминь. 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 Хорошо. Слава Богу. Это понятно или есть вопросы? Понятно. Тогда мы будем двигаться дальше. У нас время еще. Слава Богу. Время. Слава Богу. Да. Итак, пишем. Четвертое. Четвертое. Роль Библии. Роль Библии как Слово Божьего в жизни верующего. Роль Библии как Слово Божьего в жизни верующего. Жизни верующего. Жизни верующего. Есть, да? Хорошо. Ну, первое пишите. Первое. Маленькое первое. Там была четвертая. Или А напишите. Поставьте А уже, чтобы не путаться там. Чтобы понятно, что мы разбираем именно четвертый блок. А пишем Библия, как Слово Божье питает наш дух. Питает наш дух. Или же является духовной пищей. В принципе, это одно и то же. Или является духовной пищей. Или является духовной пищей. Записали? Является духовной пищей. Записали, да? Хорошо. Первое местописание это Матфея 4.4. Запишите. Матфея 4.4. Матфея 4.4. Записали, да? Мы теперь слушаем. И здесь написано. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. О чем здесь обрается? Здесь показан параллель. Что как хлеб или физическая пища, она важна для жизнедеятельности нашего физического организма, да? Так и Слово Божье, оно важно для нашей духовной жизни, как пища. То есть мы должны питаться, да? Словом Божьим. Ну, я думаю, что раз такая параллель есть, то мы можем немножко эту параллель представить более глубже, да? Это, допустим, представьте себе, если человек, он не ест какое-то время, ну, не кушает вообще, что с ним начинает происходить? Ну, болеет, помирает. А что, воздействие умирают? Ну, я думаю, что не сразу он там болеет и умирает, да? Просто потихоньку, потихоньку. Начинается там худеть, появляется, может, там формы уже не такие широкие в него, как есть на самом деле, да? Вот. Но если он будет это продолжать, то, конечно, он истощается, начинает болеть, начинается интоксикация, и человек, он просто умрет от голода, да? Как бы это физическая часть того, когда человек, он не будет пытаться, откажется от питания. Так же самое происходит и в духовной жизни человека. Давайте мы подкрепим еще одним местом писания этот пункт. Это 1 Петра 2.2. 1 Петра 1 Петра 2.2 И здесь написано, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. То есть, когда внутри нас рождается новая духовная природа, да? То есть, мы являемся уже духовными младенцами. Внутри, да? Ну, и теперь давайте опять параллель с физским миром, да? Рожается ребенок, маленький ребенок, да? Что, в первую очередь, он требует и просит? Молочка. Молочка, да, молочка. И Библия называет Слово Божие, как? Духовным словесным молоком, да? Вот так он называет. Словесным молоком. Вот. И Библия нам рекомендует, чтобы мы возлюбили словесное молоко, от которого мы и возрастем во спасение, да? Это та пища, которая нам поможет возрасти, укрепиться и совершить свой жизненный путь спасения по этой земле. Аминь. Аминь. То есть, как бы мы с вами разобрали. Первый пункт – это Библия, как Слово Божие, питает наш дух или является чем? Духовной пищей. Это понятно? Да. Или есть вопросы? Нет. Матросов? Нет вопросов. Хорошо. Я говорила Пугачева на стадионе с Плюстровиком. Я сидела в первом году. Боже, конечно. Все. Когда мы с тобой, да? Хорошо. Свет выключили. На глазу, по-моему. 50 спас. Да, потом. Так, ну ладно. Пугачева, Пугачева. У нас тут еще есть кое-что, что мы должны успеть разобрать. Хорошо? Значит, теперь, ну, вы записывали там А, теперь пишите Б. Б, я буду поменьшать, мне тут 1, 2, это будет А, Б, А, Б. Библия, как Слово Божие, оружие для духовной войны и разрушения твердынь. Запишем. Библия, как Слово Божие, как Слово Божие, тире, оружие для духовной войны, и разрушения твердынь. И разрушения твердынь. Для духовной борьбы, войны. Господи, подождите, Библия, как Слово Божие, и разрушения твердынь. Библия, как Слово Божие, оружие для духовной войны, оружие для духовной войны, и разрушение твердыни. и разрушение твердынь. Записали, да? И разрушение твердынь. А вот закрывали? Да. Не знаю. Или жарко кому-то. И немножко проверки. И разрушение твердыни. У нас сейчас не работает. И разрушение твердынь. Хорошо. Первое местописание, Ефесянам 6.17. Ефесянам 6.17. Ефесянам. Послание Ефесянам 6.17. 6.17. В этом месте описания как бы идет перечень всеоружия Божьего. И вот в 17 стихе одним из всеоружий Божьих Библия называет меч духовной, которая есть Слово Божье. То есть Слово Божье, оно является чем? Оружием, мечом духовным, да. Оружием в духовной войне. То есть мы должны понимать, что мы находимся на войне. То есть с того момента, когда мы стали на стороне Бога, мы стали друзьями Бога, но мы стали врагами кого? Это Иисус или как их назвать? Врагами дьявола, да. Врагами дьявола, как бы. И мы находимся на духовной войне. Вот. То есть и Библия, она называет Слово Божье духовным оружием, мечом духовным. Второе место Писания. Иеремия 23, 29. Иеремия 23, 29. Иеремия. 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 23, 29. 23, 29. И вот здесь написано. Слово Мое, то есть Слово Божье, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Какой молот и о какой скале идет речь? Конечно же, о твердынях в нашем разуме, да. То есть, мы знаем, что Слово Божье, оно обновляет наш разум, да. Но в разуме могут быть такие твердыни, что их очень тяжело как бы переубедить, да. Но Слово Божье, оно как молот дзынь, и все рассыпалось, да. И человек уже начинает на предыдущие смотреть совсем по-другому и другими глазами. Аминь. Аминь. Ну и, как бы, вы читали уже эту историю, да. Запишите Матфея 4 глава, Матфея 4 глава, стихи 1-10. Сколько раз вы пришли уже в Евангелие? Матфея 4 глава, 1-10. 10. Сколько раз вы уже прошли Евангелие от Матфея? Ну, я знаю, по крайней мере, два раза вместе с Аджелой вы делали этот круг. Хорошо, да. Там есть такая история, да, когда Иисус Духом Святым был отведен в пустыню для искушения дьяволом. Есть такая история, да? Да. И как же Иисус сражался с дьяволом в пустыне? Он говорит, из... 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 изгинь, или как он называется? Изгинь. Нет. Нет. А ну, Ярек, не искушай меня. Подсказывай нам, Ярек, подсказывай, что там происходило в пустыне. Иисус пошел поститься в пустыню, молиться, и там его искушал дьявол. Он предлагал ему все царства земные в обмен, чтобы он как бы признал поклонился ему. Ну, Иисус отверг это. А что Иисус говорил? Не искушай Господь. Не искушай меня. Нет. Он каждый раз говорил написано. Написано. И сатировал слово из Библии. То есть он воевал с дьяволом чем? Слово с дьяволом. С дьявол с дьяволом. То есть достаточно было назвать. Да. То есть Иисус воевал с дьяволом написанным Словом Божьим. Да. И мы с вами разбирали путь какой. Слово Божие является оружием для духовной войны и разрушения твердынь. Да. Слово Божие это оружие в духовной войне и в разрушении твердынь. Аминь. Аминь. Это понятно? Точно понятно? Понятно. Слава Богу. Дочитаем. Хорошо. Двигаемся дальше. Если понятно, двигаемся дальше. В. Пишем В. В. Библия 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 как Слово Божье Инструкция для успешной жизни Как Слово Божье инструкция для успешной жизни для успешной для успешной Библия Красного Божья Инструкция для успешной жизни Записали, да? Да. Хорошо. Иисус Навин 1 8 Местописание Иисус Навин Иисус Навин 1 8 Иисус Навин Иисус Навин Есть такая книга Ветхом Завете Иисуса Навина Иисус Навин 1 8 Записали, да? Слушаем Не все записали, да? Говорим Дальше Иисус Навин 1 8 И здесь написано Да не отходит Сия книга Закона От уст Твоих Но получайся В ней День И ночь Дабы в точности Исполнять Все Что в ней Написано Тогда Ты будешь Успешен В путях Твоих И будешь Поступать Благо Разумно Ну смотрите Как бы Успех Успешная Жизнь Это такое Понятие Оно Очень Растяжимое Как бы У разных Людей Это понятие Оно Разное Что такое Успех Успешная Жизнь Как вы думаете Что для нас Является Успешной Жизнью Это Гармония С Богом И окружающим Миром И окружающим Миром Ну в принципе Хорошо сказано Хорошо сказано Это гармония С Богом И с окружающим Миром Тогда Как бы Наша жизнь Она будет Успешной Да То есть И Богу Мы будем Послушны И там Мы Как-то Не повредим Окружающему Миру Ну смотрите Как бы У разных Людей Как бы Понятие Успешность Есть разное То есть В этом мире Понятие Успех Зачастую Считают Что это Должно быть Должно быть Богатство Деньги Это Это Должна быть Власть И Слава Человеческая Да Но К такому ли Успеху Стремимся Мы Или Должны Стремиться Да Богу Не исключает Как бы И Благословений Материальных У христианина Как бы Жизни Может быть Как бы И Определенное Богатство Он может Как бы И Прославиться Среди людей Бог этого Тоже Не исключает Да Но Также Бог Не исключает И что Что В мире У нас Будут Определенные Проблемы У нас Будут Трудности Говорят Что В мире Будете Иметь Скорби А ведь Те люди Которые Сталкиваются С неприятностями В мире И Христиане Да И со скорбями Ведь они Точно Исполняют То Что написано В Писании В Библии Да Они придерживаются Библии Как раз Они попадают Такие переделки Да Ну Мы знаем Жизнь Апостола Павла Да Которого Там И палками Били И чем только Его Не били И где он Там только Не сидел Куда он Там только Не попадал Да И знаем И знаем Судьбу Апостола Да Что все Они Закончили Жизнь Как Во славе В богатстве Трагически Как он Аккурат Жизнь То есть Они закончились Трагически Они были Казнены За исключением То есть Библия Это инструкция Для успешной Жизни Если мы будем Поддерживаться Четко Того Что Написано В Библии Жить Поступать По Его Слову То Чтобы не было Как бы У нас Недопонимания Что означает Что Наши пути Они будут Успешны Они будут Успешны Перед богом То есть Мы Будем попадать В такие Ситуации Да Но мы будем Успешно Выходить Из них Вместе С богом Аминь Аминь Это понятно Слава богу Слава богу Хорошо Тогда Мы Движемся Дальше Движемся Дальше Да А Б В Дальше Что у нас Г Ставим Г Ставим Г Да Итак Г Библия Как слово Божье Источник Света В жизни Верующего Библия Как слово Божье Источник Света В жизни Верующего Источник Света Жизни Верующего Библия Как слово Божье Источник Света Жизни Верующего Псалом Божье В виде Факелова Может Там Имеется Ввиду И Под Стеклом Там Какой-то Фитилек Да Вот Почему К ноге Чтобы Не загроможать Руки Которые Держали Что-то Еще Ну Допустим Тот же Самый Меч И Ищет Да То есть Его Просто Привязывали К ноге Да И Человек Как бы Делая Шах То есть Посвящалась Стезя Тропинка Чтобы Он Не оступился И вдруг Не упал Куда-то Да Вот И вот Слово Божье Говорится Что Она Является Этим Светильником Да Для того Чтобы Мы Не оступились Не упали Да Если Мы будем Опираться На Слово Божье Как на Светильник Что Когда Нам Что-то Непонятно Что-то Неясно Да То Это То Что Помогает Нам Не Упасть Не Ошибиться Да А Сделать Точный Шаг Как Это Требует Слово Божье Аминь Аминь Второе Местописание Второе Местописание Второе Петра 1.19 Второе Петра 1.19 Обратно Возвращаемся К этому Месту Писания Второе Петра 1.19 Ну вначале Я уже затрагивал Это местописание И здесь Оно опять У нас Повторяется Второе Петра 1.19 Есть И притом Мы имеем Вернейшее Пророческое Слово Слово Через которое Бог Обратит Нам И вы Делаете Хорошо Что Обращаетесь К нему Как Светильнику Сияющему В темном Месте Что Слово Божье Она Как Светильник В ней Мы Нужим Всегда Найти Ответы На то Что Мы С вами Не понимаем Недопонимаем То есть Как бы Внести Ясность В наши Сердца Аминь Аминь То есть Мы с вами Разобрали Библия Как Слово Божье Источник Света В жизни Верующего Это кто-то Пошутил Да Это кто-то Пошутил Когда мы Говорим Вот так Вот без Слова Божьего Мы В темноте Ходим Вот так Без Слова Божьего Мы будем Двигаться Как вот В этой Темноте Аминь Аминь Хорошо Видите Сам Бог Как-то там Способствует На этом уроке Хорошо Так Г Дальше Кто там знает Алфавит Д Пишем Д И вот Дальше Д у нас Библия Как Слово Божье Учит нас И спасает Библия Как Слово Божье Учит нас И спасает Учит нас И спасает Уже Не знаю даже Что делать Или с Анжелой Повторять Или Разберемся Библия Библия Как Слово Божье Учит нас И спасает Нас 1 Тимофея 4.16 Когда мы Так громко Провозглашаем Как Анжела Мы тоже Громко Все вместе 1 Тимофея 4.16 1 Тимофея 4.16 И здесь написано Вникай в себя И учение Занимайся Сим Постоянно Ибо так Поступая И себя Спасешь И Слушающих Тебя То есть мы Разбираем Что Слово Божье Оно Учит нас Когда мы Вникаем В Слово Божье Вникаем В себя Насколько Мы Соответствуем Тому Что говорит Слово Божье И это То Что важно Для Нашего Жизненного Пути Совершения Нашего Спасения На этой Земле И Тут даже Больше Что И мы Оказываем Еще Своим Поведением Влияние На Окружающих Нас Да То есть Слово Божье Она Учит Нас И Спасает Аминь Аминь Хорошо Идем Дальше Д Абвг Д Е Я так Понимаю Да Е Библия Как Слово Божье Помогает Нам Разобраться С нашим Сердцем Библия Как Слово Божье Помогает Нам Разобраться С нашим Сердцем Библия Как Слово Божье Помогает Нам Разобраться С нашим Сердцем Помогает Нам Разобраться С нашим Сердцем Есть Библия Как Слово Божье помогает нам разобраться с нашим сердцем. Есть, да? Евреям 4.12 Евреям 4.12 Евреям 4.12 Слушаем. Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Соответственно, написано, что Слово Божье, оно живо и действенно. Оно как живое проникает глубоко в наших сердцах и производит определенную работу. То есть мы разбираем такое пункт, что Слово Божье, оно помогает нам разобраться с нашими сердцами. Что же там у нас творится в наших сердцах. И Слово Божье, оно помогает нам в этом. Второе местописание. Притчи 25. Притчи 20. Стих 5. Притчи 20. 5. 20. Двоеточие. 5. Притчи. Притчи 25, да. И здесь написано, слушаем. Помыслы в сердце человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Помыслы человека глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Это записано? Нет. Я просто цитирую это местописание, которое вы будете дома читать, внецать. Да, то есть, о чем здесь говорит? Помыслы в сердце человека. То есть, порой мы сами не знаем свое сердце, согласитесь, что там происходит, да. Но написано, что человек разумный вычерпывает их. Как это происходит? Как это получается? Кто может подскажет? Кто как думает? Прочитав Библию, мы душой понимаем, что нам подсказывает Бог, как в той или иной ситуации выйти из положения. Руководство действует. Ну да, если мы как бы обращаемся к Библии, а мы знаем уже, что Библия, она и научает, и обличает, и исправляет. И сюда даже можно применить то, что мы там прошли, 1 Тимофея, да, вникая в себя и в учение. То есть, когда мы вникаем в себя, что там происходит у нас внутри, да, и на то соответствие, как мы соответствуем с тем, что написано, да, мы разбираемся со своим сердцем. То есть, и Слово Божие, оно помогает нам разобраться со своим сердцем. Аминь. Аминь. Хорошо. Хорошо. Значит, у нас, если тогда, получается, что-то у нас было Е, что там Ж идет, Е не будем ставить, пускай будет Ж. Пускай будет Ж. Библия, как Слово Божие, исцеляет и освобождает нас. Ж. Библия, как Слово Божие, исцеляет и освобождает нас. Библия, как Слово Божие, исцеляет и освобождает нас. Псалом 106, 20. Не пишите это уже ручка. Надь, я вам третью ручку, пожалуйста. Это у меня сегодня. Псалом. Псалом 106, 20. Псалом 106, 20. 106, 20. 106. Да, 106, 20. Псалом 106, 20. Здесь написано. Слушаем. Послал Слово Слово Свое и исцелил их. Здесь говорится о Слове Божьем. Что оно исцеляет и освобождает. Запишите еще одно местописание Мы уже не будем цитировать Притча 4 Притча 4 20-22 20-22 20-22 Если мы читали Евангелие Мы видели Что когда Иисус Он проповедовал Люди они каялись От слышания Его Слова И происходило что Происходило Исцеление Люди они исцелялись Также Слово Божие Как Слово Оно говорит что нужно для того Чтобы исцелиться Когда мы больны Если мы обращаемся к Библии То Библия она подсказывает Что нужно для Как бы лечит нас Да Для исцеления Ну и зачастую есть Причины Духовные Которые Бог покажет В которых возможно нужно будет Покаяться И тогда Бог Он исцеляет Аминь Аминь Хорошо Запишите еще Пятое Это пятый блок Пятое Пятое Наше отношение к Богу Наше отношение к Богу Проверяется Нашим отношение к Его Слову Нашим отношением Нашим отношением К Его Слову Наше отношение к Богу Проверяется Нашим отношением К Его Слову Исайя 66 Исайя 66 1 66 1 И здесь написано Так говорит Господь Небо престол мой А земля Подножья ног моих Где же построите вы дом для меня И где место покоя Моего Ибо все это Соделала рука моя И все себе было Говорит Господь А вот на кого я презрю На смиренного И сокрушенного духа И на трепещущего Пред Словом Моим То есть Бог Он Презирает То есть Как бы Присильно смотрит Или обращает особое внимание На то Как мы Относимся К Его Слову Об этом говорит Это местописание Ну и Запишите еще одно местописание Иоанна 14 23 Иоанна 14 23 Иоанна 14 23 И здесь написано Кто любит меня То соблюдет Слово мое И отец мой Возлюбит его И мы придем К нему К нему И обитель У него Сотворим То есть Если мы любим Бога Поговорит Иисус То мы Соблюдем Да То есть Соблюдаем Или храним Соблюсти Это значит Хранить Или Сохранить То есть Это Особое Бережное Отношение К Его Слову Да Вот Ну и Потому Как мы Относимся К Его Слову Мы можем Увидеть Или проверить Себя То есть Как мы Относимся К самому Богу Да То есть Мы сегодня Разбирали Что И увидели Что автором Библии Является Сам Бог Сам Бог Он открывает Или говорит Через строки Библии К нам Да Ну и В конце концов Мы видим Что Значит Наше Отношение К Богу Оно проверяется Нашим Отношением К Его Написанному Слову Аминь Аминь Ну запишите Еще один Вывод Мы почитаем Бога Ровно Мы почитаем Бога Мы Почитаем Бога Ровно Настолько Насколько Почитаем Его Слово Мы Почитаем Бога Ровно Настолько Насколько Только почитаем Его Слово. Записали? Аминь. Ну хорошо, давайте мы еще вкратце восстановим картину того, о чем мы сегодня говорили. То есть мы говорили о богодухновенности Библии и мы увидели, что Бог является автором Писания. Также мы увидели, что Бог открывает Писание, то есть Бог говорит через строки Библии. Эти строки Библии оживают в наших сердцах. И что нужно, чтобы эти строки оживали? То есть относиться к Библии как к самому Богу. Цель для человека при изучении Писания – познание самого Бога. Как мы можем Бога познавать через те сюжеты Библии, где Бог якобы не виден? Во-первых, мы должны понимать, что Бог стоит за всеми этими сюжетами и главным действующим лицом является Бог. А также мы можем видеть проявление Его характера из этих историй. Аминь. Также мы с вами разобрали 7 пунктов роль Библии как Слово Божье в жизни верующего человека. Мы их перечислять не будем, только что мы перечисляли, записали. И также мы подчеркнули, что наше отношение к Богу проверяется нашим отношением к Его Слову. Аминь. 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 Ну а теперь вот смотрите, мы с вами закончили блок тем относительно основания. Мы с вами должны понять серьезность нашего основания, серьезность того, что написано в Слове Божьем, ну и как бы сделать серьезные выводы для того, чтобы это основание правильно заложить, что мы и будем делать на последующих уроках, разбирать основополагающие библейские истины. Аминь. 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 Так, ну да. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok